Дорогие друзья, мне очень приятно для тех, кто в первый раз представить Андрея Борисовича Баде. Человека, который является с одной стороны прекрасным архитектором, с другой стороны человеком, который очень любит русское деревянное изучество. И у меня одна монография написана Андреем Борисовичем. Андрей Борисович с самого начала помогал нашему проекту всегда бескорыстно, всегда очень горячо. И есть еще одна замечательная составляющая Андрея Борисовича, это то, что человек создает свою определенную школу архитекторов, воспитывает их, дает им какие-то профессиональные знания и умения выступать. То есть он, как прекрасный ученый, создает свою школу. Я искренне рад, что Андрей Борисович откликнулся и проведет небольшой курс лекции. Счастье человека, оно определяется и тем, с кем человек общается. Дай Бог нам общаться с такими замечательными людьми, друг с другом, для того, чтобы быть в этой жизни счастливыми. И не только что-то узнавать, постигать, складывать в своем сознании, но еще и что-то практически претворять в жизни. Спасибо, Андрей Борисович. Благодарю Вас за возможность услышать Ваши вопросы. Я совершенно не заслуживаю Ваших похвал. Для меня большая честь служить этому делу, если так можно назвать, быть причастным немножко, ну и быть чем-то полезным. Вот я в любом случае вообще ценю Ваши теплые слова. Спасибо. Так, значит, прежде всего мы занимаемся... Вообще наша лекция построена коллективно, выступающих несколько человек, но ребята опаздывают. Они подъедут, вот, наверное, минут через десять. Зина должна была первой выступить, сделать видение. Вот, тогда, значит, мы поменяемся местами, но какие-то вводные слова я скажу. Просто для чего, для чего этот курс лекций... Мы занимаемся противорийными работами, как бы мы позиционируем. То есть некий, в общем-то, как бы противорийная работа – это все-таки какой-то минимальный, минимальный объем работ, поддерживающий. Однако на деле получается значительно больше. Мы выходим за рамки противорийных работ и пытаемся воссоздать утраченные части, там, полы, потолки, окна. То есть воссоздать какой-то... Приблизиться к какому-то целостному облику здания. Это уже требует определенных, все-таки, знаний. Вот. И второе, самое главное, что объекты, с которыми мы работаем – это памятники прошлого. Это произведения искусства. Это объекты культурного наследия. И к ним положено другое отношение. Вдумчивое, бережное, аккуратное. Не навредить, не сломать. Чем они ценны? Казалось бы, ну что сломать? Сломал доску, оторвал, примел новую. Ценны тем, что... Эти постройки неповторимы. Время уходит, меняются строительные технологии, все меняется. Это те крупицы прошлого, которые дошли до нас. Ну, не говоря уже о культурном значении, архитектурном, духовном. В любом случае, эти... Поэтому работа с этими объектами требует определенного расширения круга знаний. Что, собственно, мы и хотели вам сегодня представить. Так, я начну... То есть, сегодняшняя лекция посвящена архитектурным обследованиям. Дальше будут какие-то другие аспекты рассматриваться. А это именно, что раскрывается... Все постройки проходили какие-то строительные этапы. Чем постройка старше, тем этих этапов больше. Тем история более запутанная. Деревянные здания, в отличие от каменных, они очень часто перестраивались. Иногда даже постоянно. И что-то безвозвратно утрачивается. От чего-то остаются следы. То есть, при рассмотрении здания, какие следы мы видим, следы строительной истории. И что мы по ним можем понять. Начинаем со сруба, с нижних венцов. В большинстве построек сруба ушли в землю. Первоначальное количество венцов мы не всегда можем узнать. Об этом говорят иногда ветки. Вот они. Вот здесь, на этом памятнике, сохранилось именно то количество венцов, которое было. Вот он. Первый, второй, третий, четвертый. Вот эти метки, залоги говорят о том, что... Ну, не значит, что здание перебиралось, что его размечали, раскатывали. Может быть, и перебиралось. А может быть, его рубили в другом месте, на какой-то другой площадке. Потом перевозили и собирали. По нашим наблюдениям... Ну, это алтарь пятиградный. По нашим наблюдениям, первые венцы клали продольные. Возможно, это правило. Наверняка, в церковном строительстве, ну, даже и в гражданском, существовали строгие правила. С какого венца начинать? Все это проникнуто было символикой. То есть, все это довольно сложно. Метки. Вот они, видишь? Здесь какой-то восьмой, девятый. Потом раз, вошла опять. Следующая маркировка с единицами. Что это значит? Это значит, что эту часовню рубили частями. То есть, это... Я не знаю, сколько здесь. Ну, короче, это высота... Примерно высота человеческого роста. То есть, сколько срубили, потом венец сняли, и рубить начали рядом. Это чинь называется. Поэтому вот такую прерывистую маркировку мы часто имеем. Маркировка разными способами наносилась. Это маркировка внутри. Внутри явно свидетельствует о переборке. Потому что маркировка краской, она как бы это не до перевозки. Что свидетельствует о древности постройки? Мы переходим в конструкцию кверху. Во-первых, повал. Это расширение сруба под кровлей. Такая загадочная вещь, никто ее не объясняет. Возможно, это идет от языческих храмов. Но это очень древний прием. И на древних памятниках повалы большие. То есть, если мы обнаруживаем большой повал, это может быть 18-й или 17-й века. Часто угрубленные следи во фронтоны. Вот это прием древнейший. Это, вот глядя на это, часовня, это явно нужно сказать, что это 18-й век. Это очень высокая постройка и мощный повал. Это мы его видим внутри. Он здесь есть тоже. Это алтарь, это основной звук. То есть, он был и здесь повал. Такоже. Это очень старая постройка. Она датируется в 18-м веке в Леждама. Но у меня подозрение, что это... Вообще, когда мы там увидели первый раз, мне подумалось даже, что это и 16-й век может быть. То есть, это некие датирующие признаки. Вот здесь мы повалы не видим. Слеги врублены редко. Это 19-й век. То есть, без повала это, очевидно, уже 19-й век. Понятно, конструкции эволюционируют по пути рационализации, облегчения. Действительно, ненужное количество слег вот такое сплошное. Это идёт с какой-то древности. Может быть, от плоских крыш. От оборонительных функций, чтобы не залезли, чтобы было укреплено. Крыши иногда настраивали. Вот смотрите, какая интересная деталь. Что она может значить? И обнаруживается, что вот эти плёбна новые, а это старые переложные. То есть, мыло вот так вот. И эта часть, вот она. На некоторых подстройках мы это обнаруживали. Действительно, повышали. Здание как расширяли, плохо видно, да? Я загораживаю. Здание как расширяли, так и повышали. На колитинке то же самое. Видите, следы от куриц. И вот здесь вот тоже такой же срез. То есть, первоначально это было двухскатное покрытие, низкое. Можно даже эту часовню сделанную из какого-то, не знаю, из какого-то амбара большого. Повалы. Здание перебирались. Мы обращаем внимание на состояние брёвок. Вот это 18 век. И видите, намечается повал. Это не случайное отклонение. Мы били ровно. Вдруг пошло отклонение. А потом раз, другие брёвна. Более новые. То есть, повал удалили при переборке. И верхнюю часть нагрубили новую. И действительно, когда начали разбирать их в часовне, там оказались следы на этих брёвнах и с этих сторон. Следы ещё одного бревна, ещё более смещённого. Есть очень заметные следы утра. Посмотрите. Это было бочко. Вообще, перестройки, они именно шли по такому пути. Упрощение. Сложные, большие формы, требующие больших площадей кровель. Удаляли, упрощали. Это 19 век была упрощена. Здесь прекрасно всё прочитывается. И даже свет от гребня. То есть, надо хлопьем, ещё мы в гребе. Следы на стенах очень о многом говорят. Это 17 век. Есть ещё одна загадочная вещь. Наверное, вы многие замечали. Это полоса. Вот она. Очерченная. Это как будто немножко снят. Вот такой слой древесины, то реки. Края. Такая же полоса вот здесь. Это делалось на углах субов. Или около проёмов. Зачем это делалось, никто объяснить не может. Но это и на избах, и на часовнях, и на цирклах. На небольших постройках в основном. Вот на больших цирковках я не помню. Это тоже достаточно старый приём. Говорит о том, что постройка старая. Вот такое же очерчивание, это на той же постройке. Вот она. То есть, как будто немножко снятая. Непонятно, зачем это делал. Может быть, это... Ну, если положение при рубке, сами ли приёмные, вот это... Сомление, это вот это вот немножко треугольная затёска для того, чтобы удобнее было вырубить чашу. Может быть, это некая граница условная, а может быть и нет. Зачем-то вокруг дверных проёмов это делали. Значит, это не только для этого. В каком состоянии до нас доходят срубы? Под обшивку часто срезали чаши. Вот здесь вот чаши маленькие, срезанные. То есть, конструктивная прочность сруба уже нарушена. Чаши и остатки. А? Чаши и остатки. Ой, да, остатки. Остатки, вот они, да. Не чаши, остатки на все брали. То есть, они были, они были больше, вот такие, срезаны под обшивку. На больших срубах это проблема, потому что не всегда понятно, что с этим делать. Ослабевает сруб. Иногда под обшивку срубали. Это 17 век тоже застроено, который с бочкой. Вот смотрите, первоначально, вот они были срезаны. Первоначально, вот так вот. Ну, почти под прямым углом срублены бревна. Когда обшивали, потесали, вот такая большая плоскость получилась. И поэтому края бревна такой вот, граненый. Это достаточно древняя, достаточно старая обшивка. Ну, может быть, век 18, не знаю. Во всяком случае, вот эта срублена топором. Не спилена. Вообще, следы топора свидетельствуют о том, что постройка старая. Торцы обрублены топором. Доски. Дальше. Срубы компонуют друг с другом. Иногда это можно заметить даже внешне. Вот идут перерубы, а потом два переруба. То есть, вот этот сруб приставлен. Как их соединяли? Вот мы обнаруживаем такие вещи. Сруб один, стена другая. Стало быть, вот это более древнее, это более позднее. Это пустыненько. Пристроенная трапезная. Здесь шип-паз обычно соединяли. Но бывали разные приемы. Ну вот, на примере жилого дома. Вот все эти пристроенные. Это стойка с выбранным пазом. Вот тоже такой же прием сращивания срубов. Не всегда это значит, что вот эта часть древнейшая, а это позднейшая. Иногда просто строили в два этапа. Строили почти разом, но не хватало, скажем, срез. Ну, как бы у нас часто бывает. Построили половину дома, потом пульс строили вторую половину. Вот здесь, что мы обнаруживаем, смотрите, это нежма, 17-й вверх. Полоса. Очень загадочная. Что она может значить? Она значит, что вот эта алтарная часть. Значит, что вот алтарь, алтарная часть была пониженная, а это монетное помещение. Планета просто квадрат. Три алтаря, трехпрестольная церковь. То есть здесь была кровля пониженная, то есть это кровля совершенно другая была, не 17-й век. Доложили, соединили в Шит-Пас и подвели под единую кровлю. То есть тоже, опять же, упрощение. По описаниям здесь было трехшатровое. Но об этом понятно только описание. Вот такие были врезки. То есть это я все говорю про работы со слугами. Вот часовинка первоначально, это какомбанчик такая с залогником была. И потом вот эта галерейка, ведьма, открытая была за столбами, увеличили и выложили сюда кусочек сруба, дорубили. Внутри это выражается... Вот основной сруб, наиболее старый, вот выпуски слева. И на них вот таким образом прирощены новые срубы. Это как бы те следы, по которым мы вот видим строительную историю объекта. Вот такие интересные решения. Это верхняя часть. То есть перерублен низ, здесь замок интересный. Ну, кстати, такой замок очень распространенный. Ставка и склином. Это и на главах такие делали. И вот здесь мы применили. То есть бревна, половина, полдерево соединенное. А здесь просто даже безосякого шипа. Поскольку построена маленькая, легенькая. Вот эти примеры нам подсказывают опыт еще и исторических ремонтов. Вот здесь тоже. Вот основная древнейшая часть постройки. Вот эта пристройка. Что они сделали? Они разжали сруб, видимо. Вот здесь вставили вот это бревно, завели. А это срущины просто дальше идут. То есть не срущины, просто приставлены друг к другу. И держатся вот на этих двух бревнах. Там и на той стене. Ремонтируют нижние венцы. Это тоже видно. Вот здесь видно, что нижние венцы ремонтные. Это 18 век. Дом. Вот это старые бревна. В общем-то, это даже видно. Видно по состоянию древесины. Но вообще, надо сказать, чем качественно проведенный ремонт, проходит время, там, 50-100 лет, и это стирается, перестает быть видным. То есть метода ремонта, как бы вот по этим следам мы прослеживаем методы ремонта, которые существовали в кадрах 19-18 веках. Вот замена нижних венцов. Здесь очень грубо сделано. Посмотрите. Видимо, сгнил угол по каким-то причинам. Прямо обрезаны, ставленное бревно неподобно по диаметру, но зато вот это врезаны. Ну, видимо, из того, что было, то и делали. А это привело в полоску новое. И здесь тоже врезки. Здесь заменены верхние венцы. Видно по толщине, толщина другая, и по состоянию. Вот эти два верхних венца новые. Вот интересный прием. То есть в реставрации существует такой метод лифтинга. Когда сжимают, это будет потом Илья рассказывать про методы ремонтов. Короче, без разборки. Заменяются бревна в середине сруба. Здесь под окнами часто повреждаются бревна. Вот эти следы, вот, видите, здесь выпитая чаша. И то же самое здесь, на этой стороне. О чем это свидетельствует? О том, что вот это бревно заменили. То есть срезали чашку, видимо, как-то там разжали, приподняли, засунули вот это бревно, вот тесали, подрезали, и вот так вот получилось. Вообще ремонтировали много. Практически на всех струбах ремонта. Вот, это 17 век. Вроде бы, такой пассивный большой срок, но весь, лоскутный. И держался на сжимах. Смотрите. Вот вставка. Здесь были бочки. Это тот самый бект, который мы удалили бочки. С бочек текло с полиц на срок. Образовывались снаружи сырые углы. Углы, вот на этой высоте, как раз, где были бочки, потребовали ремонта. Видимо, это было связано. Они удалили бочки, и показалось, что это ухудшает. И заменяли углы. Очень разные способы. То есть, тоже, это делалось без разборки. То есть, вырезали куски струба. Причем, бревно вот так стоят не на своих местах. Это наружная сторона бревна. Она повернута. То есть, собирали, в общем, даже москей, кое-как. Хотя это под эконастаз, может быть, сочли, что это не видно. В общем, довольно большой. Да, и в том же уже в 19 веке поставили сжимы. Потому что поняли, что без сжимов это держаться не будет. Вот это то же самое снаружи. Смотрите, здесь даже количество бревны не попалил исторически. Где-то здесь вместо одного бревна, два бревна вставлены. Потому что это сложный из вот таких бревна, 45-сантиметровых. Тоже вот такие прямо грубые вырезки и вставки. То есть, исторический опыт достаточно большой. И сказать, что вот какими-то определенными правилами пользуются. Да нет, дело не так, что подсказывала ситуация. Вот, перебранное здание. Маркировка, говорим. Одно бревно лежит, повернуто. Обедленной стороной народом оказалось. Углы. Исторически у нас закругленные углы. В большинстве построек. Хотя не всегда. Прямые углы тоже достаточно древние. По крайней мере, в 17 веке мы уже знаем объекты с прямыми углами. Представляете, это рубка в крюк. То, что называется. Снаружи чаша, вот такой. А изнутри вытесана прямой. Это сложная рубка. И круглые углы обычно в 19-е, начало 20-го века растесывали. Их просто грубо разрубали. Вот так. И там образовывались вот такие вот треугольнички. То есть, это свидетельствует о том, что эта подстройка старая ремонтировалась. Часто удаляли стены. Расширяли. Расширяли молитвенные помещения. Вот здесь мы видим затеску под круглый угол. И даже здесь вот она, на этих брехах, стена вырезана. Конечно, это ослабляет конструкцию. Тем более, срезана так, прямо под, почти под стену. Ну, так, видимо, получалось, что они не все прям вот строго как-то разумные, рациональные. Иногда нерационально ремонтированы. Плохо, неудачно. Тоже такое, наверное, было. В процессе эксплуатации древние здания обычно теряли каркасные соподчиненные объемы. Это пристройки, галереи, крыльца. От них очень много чего остается. Это Саунина. Трапезная мы видим, вот это основной срок, это трапезная. Трапезная переставлена. Ну, есть предположение, что она более старая, но, скорее всего, все-таки она позднее. Потом трапезная отапливаемая. Ее часто, чаще приходилось менять. Церковь холодная, соответственно, более долговечная. Здесь первоначально было совершенно другое решение. Посмотрите. Вот это вот, срезанные, были консоли. И вот здесь вот. Здесь была галерея. Вот палочка от пола лежала. Вот здесь лежал пол. И вот в нее сдавал крышу. И здесь была стенка вставлена, запорка дощатая. Здесь больше такой паз выдал. Возможно, здесь был стол. А может быть, даже и приветчатая галерея была. Трудно сказать. Это уже реставрационная. Пытались разобрать первоначальный облик, и очень неудачно. Получилось дверь в никуда. Очень грубые вот эти вот вещи. Но потом уже другие вопросы. Вот примерно. Открываем ошибку. И то же самое видим. Обычно галерея обхватывала. Вот там алтарь. Галерея обхватывала основной объем. Но не полностью, а оставляя окошко, где клирос. Клирос, чтобы на первом этаже, вернее, окно первого света освещало клиросу. Поэтому галерея начинается вот отсюда. Вот ее следа от стенки. Вот следы от... этих... От балок. Крышу. Вот очень хорошо видно. Вот это была галерея на консолях. Или, может быть, это была даже рубленая галерея. Во всем случае, вот это срезано. Здесь и здесь. Это Пусачева под карту полюска. Очень часто мы находим целые консоли в подпольном пространстве. Здесь пол провалился в часовенке. И мы увидели конструкцию галереи, сгнившую. В пиле под полом прекрасно сохранились большие такие консоли. Еще где-то, не помню. В Дмитриево, Вологодской области. Дальше. Следы крылец. Вот на этом объекте очень хорошо видно. И вот перед... Это часовня на водозере. И ее перекладывали. Вот как раз там уничтожили повал. Прирубили галерейку. Но вот на этой стене остались следы. Смотрите. Вот балочка. И след от подзора. Все было без гвоздей. Все на шипах держалось. Вот. Дальше мы проводим лидер. Здесь виден дверь. Здесь что-то непонятное. Приходим вот сюда. Потому что вот это не на самом месте для людей. Вот состояние. Паривно. Это уже позднейший потолок. Вот этот древнейший проводим. И получается вот. Вот этим вот. Сюда при реставрациях в объекте. И вошли к вездах создаваемого крыльца. Следы перил. Мы сделали вывод, что это было двухсходное крылечко. Потому что если вооружена сюда лестница, вот здесь вот под этим были бы следы перил. Следов-перил нет. Поэтому реконструировали двухсходное крылечко. Вот это гриденское. Здесь прекрасно очерчивается контур крыльца. Правда, позднейший уже по обшивке. Но от первого крыльца мы мало чего знаем. И хорошо сохранились консоли. И даже столб. Здесь тоже сложная строительная история. Первоначально она была без обшивки. Потом в обшивке. Но это крыльцо уже реализовано. Дальше. Куда зеваются столбы? Крылец, галерей. Мы их часто находим. Вот это часовня в Кириллове под Каргополем. Вот это не что иное, как столбик. То ли крыльца, то ли галерейки. Соединение. Но мы сделали вывод, что это угловой столб. Потому что вот след от ограждения. И такой же на другой стороне. По всей видимости, это как раз сход с крыльчком. Тоже след от подзора и соединение с конструкцией, с другой полкой. Вот здесь. Мы часто сталкиваемся с совершенно запутанными объектами, которые даже прочитать не можем. Мы видим массу следов. Здание перебиралось. Несколько раз бревна часто перепутывали. То есть, раньше тоже работали по-разному. Как и современные реставраторы. Лежат ли на своих местах и вообще ничего не поймешь. То есть, здесь след от крыльца. Позднейшего вот это срезано. Но это здесь более древняя история предшествует. Окошко, заложенное смотровое. И какой-то вот этот паз. То есть, это говорит о том, что вот здесь все было полностью. Такая паперть с окошками. Здесь такого окошка нету. А с одной стороны было. И вот здесь вот подошли. Это объект, к сожалению, уже утрачен. Но вебника должны быть под этого. Можно раскрутить, наверное, вот эти гнеза. А может быть и нет. Потому что что-то лежит не на своих местах бревна. Вот этот объект перебирался очень грубо. Вот такие вещи над входом. Вот здесь столбы. Это уже не первоначальные подборки. А, например, на подлинных столбах тоже были следы от подзоров. Вот здесь очень четко прочитывается. Каек, гребень над каеком и кусочки пробли. Вот это прекрасно видно. Вот по этим следам можно достаточно достоверно реконструировать утраченную паперть. Ну, кстати, у нас есть полно в старых фотографиях. Это изма. Это архангельская. Следы от балочек. Вот здесь даже такие гнеза довольно мощные. Они были видны туда пробыщие. Но, кстати, вот что вот это вот, это уже загадка. Может быть, что-то разновременное, вполне возможно. Потому что, опять же, вот эти элементы каркасные, они менялись. То есть лет 50 могла простоять паперть. Крыша потекла, они взяли по-другому, сделали. И, допустим, все же говорили, что чуть-чуть другую крышу. От этого мы часто имеем очень сложную картину. И то, что, видите, есть состояние бревен. Это открытое, это закрытое, разное. Окошки с накровой заложенные. Это для тех, кто находился в притворе, в паперте, чтобы могли наблюдать за службой. Вот это Усачёва. Жалко, что этот объект оказался невостребованным. Там рядом построили новую церковь маленькую, деревянную. Она симпатичная, но эта церковь большая, историческая. Её перебрали. Перебрали уже в советское время. Все бревна перепутаны. Вот это был алтарь. То есть на нижней части сохранилась довольно... Вот это алтарь. Здесь по лунам прочитывается очертание алтаря. Дальше бревна лежат не на своих местах, и очень трудно разобраться. Но смотрите, состояние бревен. Это объект 1778 года по описанию церкви. Я не верю, что это тысячи... Это конец 17 века. Смотрите, состояние бревен. Это вполне можно 17 век. Вот такие вот, как скалы обветренные. Здесь действительно... То есть, скорее всего, здесь в основе какая-то ещё более старая постройка. И здесь следы каких-то оконных проёмов. Но это вот такой запутанный случай, где вряд ли полноценное. Но следы часто мы видим буквально во всём. Следы от лесенки, крыльца. Иногда мы видим следы, которые не можем понять. Вот это. Что это такое? Вот. На разной высоте, на моих объектах. Это объясняется, что здание поднимали. Вот, к сожалению, технологии ремонтов, они уже утрачены. Скорее всего, здание подбирали. То есть, ставили подпорки. То есть, это метод немножко сродни современному лифтингу. Ставили подпорки, вывешивали здание на большой высоте. И вот это всё, получается, вынимали. Трудно себе это представить. Как это всё висело, такая масса на косых подпорочках. Вот это загадка. Но, во всяком случае, вот это совершенно точно поднимали. По описаниям, это делали так. Заводили сюда жердь. И вот сюда, на тот конец бревна, накатывали поперечные брёвна. И в какой-то момент, то есть, это не руками поднимали, а именно массы брёвен. Но это, опять же, по описаниям. К сожалению, вот эти вот, как это ремонтировалось, это интересный опыт. Это вообще тема отдельного исследования. Полы. Что мы видим на полах? Традиционный пол – это пол из половин брёвен, из полах по палкам. Там тоже свои правила. Во всех церквах это продольные. Тоже символика в этом наверняка. Где-то, кстати, в избах, в каких-то есть описаниях, что вот идти надо по полицам, не поперёк, а по полицам. Это совершенно понятно. В церкви только на восток путь. А в сенях – вот поперёк такой заход. То есть, всегда балки поперечные. Что мы видим внутри? Это середняя подвельца. Смотрите, здесь слои полов. Прям как археология. Во-первых, удалённая стена. Вот эта. Вот она, грёвнышко. И вот эти следы. Два гнезда. Свидетельствуют о том, что здесь были обрамления дверного проёма. А эти стены были. Дальше. Первый пол. Вот предыдущая фотография была как раз снизу. Вот он, первый пол из полах. Он, видимо, истёрся, разрезался. И прямо поверх него, ну, их скоблили. Наверное, тоже скоблили до какого-то времени. А потом обновляли. Положили другой пол. Он называется фризовый пол. Почему он так называется, не знаю. Это поперечные, видите, бруски с базами. То есть он безглазневой. И вот эти толстые доски, они заводятся. То есть где-то гнездо делается сбоку. Проваливаются в пас и заводятся. Оттёска стен. Стены иногда оттёсывали, иногда нет. Тут тоже есть разные наблюдения. В восьмигранных храмах почему-то стены не оттёсаны. С чем это связано? Неизвестно. Это один из древнейших типов здания. В клетских храмах обычно оттёсывали стены. Углы круглые делали. В синях, в трапезнах иногда не оттёсывали. Здесь некая иерархия обработки. Вот это хорошо видно на среднерусских церквах восемнадцатого века. Тверская область, Костромская. Входим в трапезную. Там стены закруглённые. Входим в молитвенное помещение. Там прямой угол срублен. То есть почище. Стены гладкие. А входим в алтарь. Он рублен в лапу. И оттёсан изнутри и снаружи. То есть алтарь – самое важное место. И он требует самой чистой обработки. Здесь, по всей видимости, сени были неоттёсаны. Это сени, стена обзалена. И мы здесь видим и затёски вот такие, и оттёску стен. Это говорит явно о том, что стены были первоначально неоттёсаны. Были просто затёски вокруг двери. А потом, когда обединили, удалили стену, продлили протёску, и она здесь появилась. По характеру тёзки тоже часто видно. Сейчас мы дальше пойдём. Это следы от лавок. Вот здесь пол. Вот лавка из толстого материала, чтобы он не прогибался. И подзор. Подзор проливался гвоздём. Рисной иногда. Ножки от лавок. Вот это гнездо, ничто иное, как ножка. Почему она так высоко? Это надо строить на историю этого объекта. Это красная ряда. Пол понизили. То есть, было раньше уровень пола высоко, и было наружнее высокое крыльцо. Потом это крыльцо и галерея. Это крыльцо удалили. Понятно, потому что это громоздкое, неудобное, надо ремонтировать бесконечно. Лестницу убрали внутрь и понизили пол. И здесь мы даже видим вот эту полосу. Что это такое? Это след от лавки. Это сальными кафтанами, протёрли ещё в XVII веке. То есть, вот сиденье, а уровень пола вот здесь. Снаружи здания мы иногда обнаруживаем такие вот вещи. И вот. Это свидетельствует о том, что это было на перьере. Это следы от лавок, вот они. А это следы от галерейки. Внутри переходим в интерьер. Что мы здесь видим? Вот, кстати, сохранившаяся лавка. Вот её устройство. Это подлинная лавка XVIII века. Одна может немножко нередко ставить. Потому что толстая доска, она и так нормальная. Вот здесь вот след. Вот это вот. Это след от второй лавки, которая вышла от доли клестины. А вот это клирус. Основание клируса. Столбик с штробой. То есть, мы можем буквально всё реконструировать. Здесь гнезда стоек. Высота клируса нам известна. Известна толщина заборки. И даже, смотрите, какой у меня сейчас у нас следующий будет. След от скамеечки. Вот это клирус с другой стороны. Здесь пол в клирусе, пол чуть повыше. След от скамеечки от гидной с дыркой. То есть, вот здесь, видимо, такой же был элемент. И на клирус можно было отнюдь скамеечку и сесть. Когда надо встать. Пойдёмся в стол. Вот она, крупненько. Вот это вот. Очень интересный элемент. Потолки. Потолки очень подвижный элемент. Их переделывали. Причём переделывали в высшую... Нет, по-разному. Как можно сказать, в высшую сторону. Где-то выше, где-то ниже. Это часовинка. Часовинка, похожая на амбарчик. Вот это средь от первоначальной болты потолка. И вида по отёски. Вот потолок более поздний. Отёска здесь одна, здесь другая. Здесь более грубая. И здесь то же самое. Вот они вырубленные углы. Грубо вырубленные. Может, она была обшита, я не знаю. Вот это перевернский вещество. А здесь сразу они... Разрубили под прямой угол. Сводчатый подшипной потолок. Такой вот. Аркой. Фальшивой. Вот он местами отвалился. И мы под ним видим балки. То есть были поперечные балки. Переводим взгляд вот на ту стену. И видим вот такую картину. Вырубленный от потолок в наклёст. Очень распространённый потолок. По крайней мере, в 17 веке уже были такие. Хотя всё-таки в основном, по нашим наблюдениям, это уже 18-19 века. Но это церковь 18 века изначально. Вот это, понятно, это после переборки этот дощатый потолок. То есть следы таких потолков мы находим много. Очень во многих объектах. Вот он, как изначально должен был видеть. И балки вырезаются. И это. Чем удобен этот потолок? Он без щелей. То есть, если мы сплачиваем доски, даже шпунтованные или в четверть. Ну, шпунта не было, в четверть. Всё равно они чуть-чуть расходятся. Образуется щелка. Здесь щелей вообще нет. Потому что вот эта Т-образная доска, а там ложится сверху. Наверное, доска очень толстая. Это даже такой грыбылёк. Половинка. И пролёт большой. Они очень-очень любили эти потолки. Это пустынька. Восемнадцатый век. Вот это Киевостров. Семнадцатый век. Конец семнадцатого века. Посмотрите, потолок. Потолок в ёлку. То есть, продольные балки частые. И в ёлку укладывались доски. Заводились они доски. Вот видно. Паспу, которая заводилась и загонялась туда. Но над ним мы видим ещё след потолка. Точно такого же по типу. Балки продольные и следы о досах. Древний приём трапециевидной потолки. Откуда идёт, не знаю. Но в Сибирьбурге избах тоже это бывает. И во многих вот таких вот потолках ёлку по продольным балкам. Продольные вот эти вот. Сектора, они чуть-чуть в Коломенском. Верховская церковь вот такая. И ещё один стоит потолка. Вот он, штрафа. То есть здесь, по всей видимости, менялся замысл в процессе строительства. Потому что вот это сделано и брошено. То есть так и интересная история прочитывается. То есть это не переделка. Это по типу, это действительно потолок 17 века. И вот этот явно был не реализован. Но намечен. Вот что происходит. Потолок в ёлку. Ну, вернее, вот то, что мы видим, ну, какая-то тоска померчёт. Доски какие-то набитые. А на самом деле, вот это балки, вот они. И вот. Вот она, выборки базов. И это набор в ёлку. А 19 века это просто прямо вот подшили. Вот эти доски подшивные. И всё за этой щипой, дранкой, драньё. И под штукатурку выглотили. А открывается, открывается вот такой вот при раскрытии. Традиционный старинный потолок в ёлку. Потолки это мелан давать. Вот здесь позднейший потолок был ниже. Видимо, может быть, это связано с отоплением помещения. Вот мы видим отёска и гнёзда. Слыхи от высокого потолка неба. Здесь какие-то ещё следы. Это Илья хорошо знает этот объект. Он его изучал. Там много следов перестроек. Потолки очень подвижные. Поднимаемся на чердак. Чердаки – это вообще сокровищница. Вот это пустынки. Смотрите, это царские врата на чердаке показываются. Но они, конечно, все уже облезлые. Такие вот. Но они уже не царские врата. Просто то, что было когда-то ими. Но всё равно такие находки. Смотрите, крест спрятан. Кем он был спрятан, когда – неизвестно. Он засунут прямо по диагонали, иначе он не влезал над алтарём. Крест XVIII века. Дальше. Ну, это уже такой руминированный объект. У нас утраченные лавы. Лавы, там, кресты. Вот такой вот элемент нам будет. Мы поднимаем крышу и находимся снаружи, когда была крыша такая, полу развалившаяся, ничейного лавина. Это окончание креста. Маленькая бачка креста. Иногда делали поперечную в голове. Палочку, на него крест влицали. А здесь вот продольные. Почему продольные? Как-то нерационально. Не поперёк, а в дно. Не знаю почему. Но вот такой приём. Вот поэтому можно реконструировать. Это очевидно, этот крест, не главка. Так, про гвозди я забыл подготовиться. Но надо много слова говорить. Давайте вот пока кровли, здесь гвозди. По гвозням очень много, в общем-то, даже датируется. Кованые гвозди, ну, вы всё это, наверное, представляете себе, всё это видели. Коваными гвознями, первый слой кровли, вот здесь был привит, коваными гвознями. С большими шляпками. Следом, верхние слои, они не меняли, не снимали кровлю очень часто. То есть её не доводили до такого состояния, когда это уже труха, ну, требует просто на выброс. Она немножко обветшала, раз, следующую положили, потом следующую. То есть не доводили до такого разрушения, как мы сейчас видим на объектах. И поэтому четыре слоя кровли, это вполне нормально. И видно разные гвозди. Там одни гвозди, здесь другие. Есть промежуточные гвозди, встречаются. Они разными бывают размеров. Это ранние промышленные гвозди. Они квадратные в сечении, так же, как кованые. Я попрошу следующих докладчиков, или просто заострим на это внимание, это интересно. И вот эти вот ранние промышленные гвозди, это, ну, вот на Красной Ляге, 1895 год. Ещё где-то мы встречали. То есть это вот по рубеже веков. А потом быстро перешли на крупные гвозди. То есть круглые гвозди, приближенные к современному, они свидетельствуют, что это уже начало 20 века. У нас будет здесь музей русского севера, и мы соберём разные виды гвоздей. Слушайте, ну, я вам принесу в коллекцию, медик в гостей. Ну, совсем погиб. И девать не буду. Вот отлично. А вот здесь была главка. Видите, пониже поставлен, ну, чтобы рычаг был отопрокидывания, перемычка. Гнездо здесь, гнездо здесь. Достаточно большое гнездо. И действительно, когда залезли на крышу, на крыше нашли такая вот небольшая штропа. На полузгнившей кровли была очерчивающая барабан. Вот интересный момент, элемент. Сталики. Это относится к безгвоздевым конструкциям. Когда охлопень прижимался к коневой слеге с помощью вот такого, как бы, деревянного гвоздя, иглы. И еще снизу иногда там вставлялась такая тоже, клинышек. Он здесь сохранился. Вот он. Вот он один. Вот внизу от второго. То есть, когда мы будем делать вот эту делу, реферацию этого объекта, здесь все основания есть для воссоздания головы и вот этих вот крепежных элементов. Следы от куриц. Мы их часто обнаруживаем на кровлях, где уже совершенно иной тип кровли, обычной прибитой гвоздями. Сочетание с повалом, это явно 18 век. Вот они, курицы. А они на чердаках сейчас остаются. Они даже снаружи уже срезаны, а на чердаках вот эта курочка. Коротенькая, причем они разные. Какой закономерности нет. Есть длинные, есть короткие. Но надо сказать, что даже короткая курица, она все равно, по-моему, нагружалась тяжелым этим потоком и ничего. Несло все. Это на чердаках. Вот, совершенно уникальное. Это под Кардополем, около Большой Шалги, часовинка. Она сейчас совершенно обновлена. Вот, она вот была такая. Смотрите, здесь прям все. Открытые конструкции главка, стойка, клинышку закреплено. Перемычка и берестяная кровля. На чем она держалась? Вот такие щепочки клали сначала. Это позднее часов. Видите? Редко живете. Повалу там нету. Это, наверное, может даже еще 2-й план 19 века. На них укладываются перестяные полотнища, сшитые ремешками. Вот они. Ремешки. Это то, что Оля Зинина носили. Они вот так вот уже все шили. К сожалению, это переделано. Вот берестяная кровля. Немножко другой тип. Здесь тоже большие пролеты. Здесь щепа. Вот эти вот элементы, это колотые. Длинные такие, метров под два, под два с половиной. Из очень прямословенного леса кололи. Они очень тоненькие. Ну, где-то полсантиметра. На них лежит береста. И не течет. Вот это кровля, я не знаю какого времени. Ну, наверное, с начала 20 века точно. Сухая Часова внутри. То есть, потому что береста – это непревзойденный материал. Нету аналогов. Она дышит. То есть, даже если туда проникает вода, она намокает, она отдает эту влагу. Все современные материалы, они гидроизолируют, и от этого уплевания происходит. То есть, промокнув вот это бревно, совершенно не значит, что оно загниет, если там припечет солнышку. Как промокает, так и отдает влагу. Вот. Кровля лебехом. Это пустенько. Смотрите, сколько слоев. Вот этот. Слой старый, прибитый кованными гвоздями. Со следами зеленой краски. Действительно, эта вот бочка, вот эта вот поджатая часть бочки, она прекрасно сохраняется очень долго. Дальше. Вот это вот ремонт. В общем, вот это, скорее всего, это 18 век. Вот этот лебех. Это редкий случай, когда столько сохранилось, потому что вот это все исторически, все упаковали. Вот это вот. Ну, наверное, надо полагать, это уже на круглых гвоздях. Это возможно, не знаю, ну, наверное, поскольку вот это тоже историческое, наверное, это начало 20 века. Вот это сделано из плохого материала. Вот этот слой довольно халтурный. Он и рассыпается из тонкой осины, и как-то виды грубо обработаны. Вот это вот, кстати, вот это сосна. Не обязательно осины. Сосновый лебех был часто встречающий. Вот. А дальше вот это. Это тоже историческое. То есть это, наверное, начало 20 века, когда положили, перед закрытием монастыря. И вот, видите, прерывается из-за того, здесь была главная. Ну, это просто схемка. Эволюция. Переходим к проемам. Эволюция оконных или дверных проемов. Ну, она такая, конечно, упрощенная, тоже по пути рационализации и облегчения конструкции. Заплечики сначала с четырех сторон, потом с двух, потом нижняя перекладина отбирается, касается бревно. Кстати, есть смысл в этом, вот этой перекладине. Казалось бы, она не нужна, а на самом деле нужна. Почему? Потому что подоконное бревно, оно подвержено загниванию. И когда оно загниет, что с ним делать? Вот как в угличе, только вот разжимать с рукой, таскивать, вставлять, продоемка. А так меняется, и все как новенькое. Дальше все это к прямым углам сводится и приходит вот к какой-то такой простой конструкции. Вот это все мы видим на памятниках. Ну, смотрите, явно позднейшие оконные коробки, сделанные уже под обширку. И вот здесь мы видим зарубки, затески, указывающие на высоту первоначального окошка. Здесь затесок нету, но они были, стало быть, они были вот здесь. То есть мы можем нарисовать затеску и пореконструировать, нарисовать первоначальный оконный проем. Он был маленький. Вот, на практически уже разрушенном объекте. Затески разные бывали. Были вот такие вот красоточные карандашики полукрупные. Причем они встречаются и на северной линии, в Вологодской области, еще где-то. Вот это четко указывает на верх оконного проема, низ там, ничего неизвестно, завалено. То есть типа затесок, они разные. Возраст по ним не определяется, как могли быть и как 17, так и 18 век. А вот здесь мы входим в церковь в пустыне и вдруг видим прямо вот в лестнице, смотрите, следы отсюда плечевых. Что это такое? Это значит, что вот этот пол не первоначальный, проем не первоначальный. Проем был внизу, то есть была лестница под портах и лестница, видимо, была внутри. То есть вот в церковь между вот этим и этим была еще внутри лестница. Вот такие следы. Тоже будет обрамление позднейшее. И для чего очень интересный элемент? Кронштейн. Следов кронштейна, который нес козырек, толщатый козырек, молитву. Вот классический пример. Это Лежного. Вот это позднейший растерстанная арка. Угадываются следы от запрещиков и следы от затесок. Но явно затерст не полностью. То есть косяк стоял вот это так вот. Запрещен был большой. Уг такой. Вот церковь следа первоначального кровечка. Или колерейки. Или река, по-моему, там была. И, как правило, это ниже. Церковь уходит. Проемы были низкими. В 19 веке это все расширение. Вот здесь вот довольно по-варварски резали. Вот они прямо оставляли оконные проемы. Это под облетевшей обшивкой вот такая картина открывается. То есть совсем не на своих местах. И вот где-то вот здесь, что ли, тоже просто порезан. Оку сихну. То есть полностью остались старой конструкции. Расположение окон. В 19 веке это регулярные три окна. Это очень четко. Вот такие вот следы мы сейчас наблюдаем. Вот окон. То есть это регулярное расположение окон. А было, видимо, одно окошко асимметричное на стене. Вот, кстати, светроплавки. Вот очень интересная речь. Это Саунино. Позднейший проем. А здесь вот такая штука вырублена. Рахушечка. В общем, это не вставка, а это вырублено. Прямо имитация сделана на бревне. То есть мы тоже так вы могли делать. Это 17-й век. Маленькие окошки, прорубные. Это изнутри. Но оно изнутри большое окно. Оно забито. И вот такой след. След от голокова окошка, которое голоковая, то есть она заволокила. Задвижка. Здесь у нас паз для движения задвижки. А чтобы она не вываливалась, вот здесь такая накладочка и гвоздем прибивалась. Вот здесь, снаружи мы видим окошко. И видим только две затески. Что это значит? Это значит, что здесь было маленькое голоковое окошко. Они могли иметь задвижки снаружи, а могли не иметь. Вот пример окошко. Это Лешгова, очень старый объект. Окошко квадратненькое, без задвижки. А вот изнутри оно выглядит. Вот у меня прекрасно полностью. Двойство сохранилось. Вот эта дощечка закрывающая. Смотровые окошки. Это, если есть смотровые окошки, но это, правда, вот это часовное начало 19 века, наверное, все-таки. Это Кириллова под Карпополем. Но есть маленькое смотровое окошко. Видимо, оно заложено под обшивкой. Вообще, если симметричные окошки, это почти точно можно говорить, что это 18 век. Вот Чокова на Онеге, часовенькая. Она вроде такая с куполом, в духе классицизма. Но там внутри заходишь, греть и два окошка смотровых. Это не 19 век. То есть в основе там что-то более старое. Вот тоже такие. Тоже брюно не на своем месте лежит. Оно оказалось снаружи вообще. И заложенное. И поверх этого еще пробито что-то. Следующее какое-то наслоение. Обшивка. Обшивка могла делаться... Либо сразу строили под обшивку в 19 веке. Вот как в этом здании. Это самино. То, что обрушилось уже. Ну, по характеру это видно. Либо старые постройки обшивали. Вот я сейчас подхожу к теме. Немножко стилей. Вот то, что Зина расскажет. Старая постройка обшивка. Но это по форме крыши. По форме крыши видно, что это старая. Обшивка, она как бы по маякам делалась. Но это вы все в принципе много раз видели. Тут даже нечего комментировать. Под обшивкой иногда интересные находки. Вот это спрятанная под обшивкой. Вернее, не спрятанная, а использованный. Подзор. Видите следы топора, тесанная доска, резьба такая. Это 18 век. Под обшивка вдруг открывается. Доски кровельные очень часто использовали. Вот, в качестве причелями прибита кровельная дорожная доска. Под железную кровли. На большинстве даже объектов, где перестроена позднейшая железная кровля, в качестве обрешетки лежат дорожные доски. Это в качестве завершения. Просто вот совокупно. Вот открывается стена 17 века. Сколько мы здесь всего видим? Следы от опошек. Преугольных, совершенно необычных. Вот здесь опорных не было. А вот здесь опять было. Вот сейчас они регулярные, а они были нерегулярные. Вот здесь следы за лошадку кусочек. Вот здесь тоже. Здесь проймом. Следы от галереи. Вот они. Вот они. Вот здесь. В общем, непонятно. Следы от галереи. Вот здесь только проем на нем. Одни следы. Здесь другие. Мы не смогли этого галереи реконструировать, потому что непонятно, как это было. То есть, совсем, то, что реставраторы часто так смело рисуют по следам, на самом деле, это тоже непросто. Иногда следы дают представление, а иногда нет. Вот тоже интересно. Это где-то в северном городской области. Во-первых, мы видим сруб с повалом, частые слегки. То есть, это сруб 18 века. Вот это представленный придвор, явно позднейший. Окна разрубленные. И вот это явно достойка. Вот с другой стороны смотрим. И видим бывшая дверь, переделанное в окно. Остались старые посетки. Слеги от крыльчика. Видимо. Чего-то. То есть, явно наслоение разных этапов. То есть, был виден вход в наверх, потом мы заложили и сделали вход внизу. Оконные проемы. Были маленькие, вот эти, затески. Стали большие. Все. Это последнее.